А вот у местных садоводов сейчас другие заботы. В разгаре сезон сбора урожая Кавказской дикой хурмы. Эта ягода растет в горных широколисленных листах Дагестана или по ущельям. С местных мини-плантаций они расходятся не только по республике, но и за рубеж. Чем полезен плод и как его правильно собирать, выясняла Патима Тханапова. Открытие сезона для жителей Аракани – это настоящий праздник. Музыка, сладости, богатый стол. Как встретишь, так его и проведешь. Сбор под пение, сортировка и работа вовсе не в тяжесть. Сегодня помочь в этом деле Сидрат собрались родственники, коллеги и соседи. Приглашают гостей, родственников. Все приходят, если я узнаю, что моя соседка хурму собирает, я обязательно пойду помогать. Те, кто выращивает хурму, говорят, что она крайне неприхотлива. Иногда дерево растет практически на камнях, обнимая корнеосистемой какой-нибудь валун. И, конечно же, растения нужно поливать, а холод ягоди может пойти только на пользу. Урожай в этом году средний. Зима в Унцикульском районе выдалась теплой. Сезон обычно открывают где-то у нас, например, бывает 5 февраля. Чисто официальный день у нас, мы все оставляем, кто учится, кто работает, всю свою работу оставляем и приезжаем. Чисто хурму собирать домой. Это у вас как традиция собирать? Да, обязательно, каждый год. Самая опасная работа в сборе хурмы – это сбивать их с дерева. Берется за это не каждый, да и умеет не всякий. Тут нужна ловкость и сила. Сбивают хурму вот такой палочкой. Обычно изготавливают ее из березового дерева. Работа, она не посильна каждому в селе. Говорят жители, что этим занимается только несколько людей. И вот сейчас я попробую сбить пару веток. Работа действительно очень сложная, потому что, во-первых, палочка она тяжелая, во-вторых, нужно попадать в цель. Пока мужчины сбивают хурму с деревьев, женская половина занята сортировкой и доставкой. Разделить ягоды от веток и довезти их до дома на горном транспорте – главная их задача, а там и повторно перебрать, если потребуется. Такие казины поставляем на осла и тащим отсюда. Вот сюда и собираем все. Вот такой процесс, не так уж и сложный процесс, но все равно готовиться надо, вот это столько тряпок. Если вот у меня нету столько тряпок, ну друг друга забираем. Можно сказать, начинается процесс, вот собрать вот эти тряпки. Короче, вы видите, какие там много разных. Вот шьют, собирают, чтобы вот эта хурма на пол не падала. Реализуют свой товар араконийцы как в Дагестане, так и за ее пределами. Так основные поставки идут в Азербайджан. Там дикая хурма является обязательным элементом праздничного стола Навруз-Байрам, который пройдет в середине марта. Ну а пока в Араконии идет полный сбор урожая. Работа кипит, жизнь идет, песня льется, все идет своим чередом. Спасибо этому.